приветствую вас дамы и господа в этом видео расскажу вам про апы прем танков и ветки в патче 1.26 и так какие прем танки апнут amx m4 mle 49 chieftain t95 fv4202 pantera 8.8 t95 e2 он уже стал якобы премиумным но его еще ждет ап все эти танки очень очень слабые прям невероятно слабейшие и в рандоме возможно вы вообще большинство из них в принципе не видели начнем с amx m4 49 перезарядку улучшают было 10 и 3 будет 9 и 2 чуть больше чем на одну секунду улучшают перезарядку это прям очень солидное такое изменение время сведения было 2 и 5 теперь будет 2 и 3 пушка всегда у него была немножко такая вот кривоватенькая в плане стабилизации сведения поэтому сведение это то что нужно перезарядка улучшенная тоже поскольку альфа не самая большая это неплохой ап отталкиваясь от того что танчик и так далеко не самый плохой в принципе в балансе по серединке там где-то точно должен быть а вот chieftain t95 у него проблемы с подвижностью с огромным лючком на башне кривая пушка в плане стабилизации очень слабое пробитие в принципе танк во всем слабый у него есть броня лобовая но лючок конечно все портит в целом танчик вообще неочемный максимально бессмысленный в рандоме я думаю вы и не видели что это такое chieftain на восьмом уровне что это вообще за зверь что ему улучшили ббшку основной снаряд поменяли на подкалибер пробитие 238 это лучше чем было поскольку было пробитие основным снарядом 202 а вот специальный снаряд у него как раз таки был подкалибер 238 то есть ему просто специальный снаряд поставили на роль основного вы представляете насколько это абсурдная ситуация то есть в свое время его добавляли со специальным снарядом с пробитием 238 который сейчас делают основным нехилая такая гонка вооружений получается новый специальный снаряд с пробитием 270 ну в принципе по пробитию становится все как надо улучшает максимальную скорость вперед было 42 будет 45 назад было 15 будет 18 честно говоря и эти параметры так себе при том что он медлительный удельная мощность 17 но в принципе обзор неплохой 400 но вот сведение 2 и 2 точность 036 и так себе стабилизация с альфой 240 и тпм всего лишь в 1920 это все равно танчик прям каким-то невероятным не сделает опять апает фвс 4202 когда-то там его апнули чуть-чуть настолько хорошо апнули что у него отметка планка не вверх пошла вниз упала хотя вроде бы циферки на нем улучшили получается обратный рост улучшает стабилизацию движение поворота ходовой на 14 процентов скорость поворота ходовой 40 меняет на 50 то есть улучшение стабилизации это скорее компенсация какая-то поскольку если с новой скоростью поворота раскрутиться то стабилизация ухудшится поскольку с такой скоростью он раньше не крутился разброс орудия при повороте башни улучшен на 25 процентов стабилизацию очень хорошо апнули и это правильно поскольку альфа очень малюсенькая улучшает перезарядку было 7 и 5 будет 6 и 9 это конечно не на секунду улучшают перезарядку как у mx и но тоже неплохо сведение было 2 и 3 а будет 1 и 9 то есть у нас и стабилизацию хорошо опыт и сведение и перезарядку а также скорость вращения корпуса и башни и улучшает мощность двигателя блс 650 будет 800 то есть это добавит много маневренности в мобильности комфорта стрельбы так еще и дпм также улучшает еще пантеру 88 это огромный такой коробок медленноватый без брони с малюсеньким пробитием небольшой альфой но скорострельный также пушка точная я бы ему если что-то я полту это скорость и пробитие что же разработчики map it улучшает на 12 процентов стабилизацию от движения и поворота ходовой также улучшает точность 032 00 29 улучшает стабилизацию при повороте башни на 14 процентов перезарядка было 2 и 5 будет 2 и 2 также пробить и основным снарядом было 203 будет 223 специальным снарядом было 237 будет 261 но в принципе дотянули пробитие до таких уже стандартных хороших циферок а когда-то такое пробитие на девятках было нормальным гонка вооружение не спит также еще максимальная скорость вперед было 46 будет 50 единственно чего тут не хватает это улучшение удельной мощности в целом так вот смотришь апы неплохие очень много чего добавляют танкам много чего нужного это все хорошо но все же если в ангаре есть какие-то имбовые прям танки лучше поиграть на них поскольку эти апы ну такое просто нужно учитывать с какого днища и хапают в целом то смотришь ап невероятный был бы если бы мы эти цифры применяли какому-то уже сильному танку но мы их из такой глубины достаем что но это такое себе но и остается т95 е2 также улучшает стабилизацию на 14 процентов от движения и поворота корпуса перезарядка было семь с половиной секунд делают семь секунд пробития было 190 делают 212 специальным снарядом было пробить и 250 делаю 265 мощность двигателя было 560 будет 630 удельная мощность вырастет на 2 и будет 17 также улучшили броню в маске было 114 будет 254 в принципе то и неплохо но опять же это просто подкрутили циферки к обычным параметрам 8 уровня вот в чем основной прикол если у вас эти танки есть и другого ничего особо нет то в принципе на них теперь можно будет хоть как-то поприятнее поиграть принципе то для общего баланса это хорошо когда самые слабые танки из днища поднимают и они становятся хоть более-менее на что-то похоже это правильно если бы еще имбовые танки приспустили то баланс был вообще более-менее идеальный но такого не будет там ванкари чуть-чуть потрогали уже вся игра в соплях но для того чтобы такого не было нужно изначально танки выпускать нормальные они перри апаны поскольку потом уже когда она вышла это трогать больнее в 30 раз еще и будет ветка фошей апнута и даже боновый фош 155 который в боновом магазине у нас находится его тоже апнут задний ход всем апают с 13 на 18 причем у всех одинаковая у фошей скорость с 8 по 10 уровень назад 13 километров и всем им делают назад скорость 18 вот восьмерки девятки десятки и боновой десятки у них у всех одинаковая скорость назад будет 18 прокачиваемые десятки фош б еще и мощность двигателя чуть-чуть апнули будет 1120 хотя и было 1000 боновому фошу 155 поэтому улучшают стабилизацию от движения и поворота корпуса на 20 процентов улучшают перезарядку на 6 секунд получается 44 и улучшают задний ход до 18 как и всем прокачиваемый фош в принципе разницы почти никакой но немножко комфортнее отъезжать назад все и немножко быстрее вы сможете куда-то подъехать стрельнуть что-то а вот перезарядка боновому фошу и стабилизация это нереально жестко мне этот 155 фош нравился и до апа а теперь он еще и быстрее на 6 секунд быстрее заряжается еще и 20 процентов стабилизации это вообще офигеть там такой офигенный дрын с огромной альфой барабан еще и пробитие обалдеть какое на нем нереально легко настрелять кучу урона просто два барабана за бой раздал все свободен а теперь это еще и легче сделать за счет стабилизации перезарядки так еще и убежать легче за счет того что скорость назад лучше на 5 километров стало это вообще жесть ну а прокачиваемый фош мне как не нравился он как был супер сложный и неприятный так и нафиг он нужен девятому фошу просто на 5 километров увеличить скорость назад получается 18 невероятный ап больше всего потрогали восьмерку там и чуть-чуть точность улучшили и на 90 миллиметровую пушку барабан добавили а было цикличная пушка и на 100 миллиметровую пушку тоже барабан натянули и улучшили перезарядку на топовой 120 миллиметровой пушки когда было 34 секунды будет 30 тоже улучшили максимальную скорость назад на 5 километров получилось тоже 18 и даже добавили 100 хп получилось 1250 но я думаю что теперь легче будет прокачивать этот танк больше всего мне не понятно почему это этого фоша эту ветку начали трогать никто на нее не жаловался никто особо не просил она просто была и была такое ощущение что я просто подготовили к прокачке но в целом не понятно кто сейчас будет качать фоша если он в игре уже находится давным давно и кто хотел в основном то и выкачал уже может быть просто следующих боевых пропусках 3d стиль будет на фоша б но хотя вроде как там есть какой-то 3d стиль на него непонятно но в целом старую ветку сделали более актуальной не слишком сильно апнули ну и ладно в принципе такие апы для старых веток и нужны потихоньку по чуть-чуть они так как апали ветку ехал где просто выкрутили все параметры на максимум и нормально чтобы был баланс нормальным нужно отстающих чуть-чуть потихоньку апать ну а те кто сильно выбивается вверх их надо потихоньку нерфе и не делать сильных перекосов но это все смотрится очень странно в игре где разрыв между слабыми сильными танками огромный и некоторые танки за один патч становится супер мега имбой такие вот нежные якобы правильные апы смотрятся смешно когда вот в этом месте мы сделаем правильно а во всех остальных будем веселиться на полную если делать правильно то везде ведь все же понимали что ветка еха будет имбой и разработчики игроки это всем было понятно но зачем это делалось просто сделали танк актуальным а потом через годик через два его понерфит и опять будут слезы и это очевидная ситуация таких ситуаций было уже множество начиная с тайп 5 хэви заканчивая амэкс м4 мл 54 и вот теперь йох еще британский колесник вкручивает сначала имбу делает их метовыми рандом меняется потом через время эти танки меняют на другие и опять рандом меняется мета меняется если у вас все танки в ангаре есть вы просто время от времени раз пару лет начинаете играть в другой рандом где позиции некоторые становятся менее актуальные другие позиции становятся более актуальными потому что в рандоме количество танков некоторых становится меньше других больше метовость танков меняется и стиль игры тоже но если у вас мало веток то вы просто будете страдать, если не ту ветку случайно выкачали. Либо пока вы ее качали, качали, вроде бы была имба, вы ее еще не докачали, а ее уже понерфили, если вы ее очень долго будете качать. Поэтому здесь вариантов может быть несколько. Забить на все и не париться, либо прокачать все ветки и просто играть на метовых танках, используя актуальные позиции в нынешнем рандоме. На этом у меня все, с вами был Варчик, играть красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока!